Рустам Шамильевич, Вы сегодня провели открытый урок по самбо, но он был такой не совсем специфический. Вы были в гостях в городе Ивантеевка, в клубе «Кузнецы Акидо» и провели открытый урок для практикующих Акидо. Ваши впечатления? Что Вы можете сказать по этому поводу? Я очень рад тому движению по обмену знаниями между представителями разных единоборств. Мы находим и общее, и разное в этих единоборствах. Я думаю, что для цели здоровья и расширения кругозора воина, я думаю, эти знания для каждого из представителей разных единоборств будут очень полезны. Ваши впечатления, как ребята, кто практикует Акидо, ну, понятно, что детям было немножко, может быть, сложно, но, в общем, Ваши впечатления, как они справились с тем заданием, которое Вы давали? В общем, успешно, но видно, что те техники, которые есть в самбо, они новы для ребят из Акидо. То есть они оперируют другими движениями, что-то есть, какие-то схожие элементы, но все, что связано с близостью и с контактом двух соревнующихся, двух единоборцев, борцов, то здесь есть некоторые, как бы, ну, пока еще для них это новое, скажем так. Ну и, подводя итог Ваше мнение, использование различных видов единоборств, боевых искусств для, ну, в системе здоровья сберегающих технологий, возможно ли это, чтобы практиковать всю свою жизнь? Безусловно. То есть я убеждаюсь в том, что, если уж в самбо столько много арсенала, столько много движений, дзудо, еще большая волна, как бы, движений, философии. Если наполнить это Айкидо другими видами борьбы и направить это не в сторону соревновательного, состязательного вида спорта, а в более массовый сегмент для здоровья, для укрепления здоровья людей, именно с элементами единоборств любых, да, как самбо, дзудо, айкидо, то я думаю, что это такой кладезь, который даже за одну жизнь очень сложно познать. Но мы стремимся. Спасибо. Здравствуйте, Владислав. Сегодня в клубе гузницы Айкидо в городе Пимонтеевка состоялся открытый урок по самбо. Ваши впечатления от урока, который провел Русте Маликов, что вы можете сказать, и как вообще ребята, практикующие Айкидо, справились с теми упражнениями из арсенала самбо, которые были продемонстрированы Рустем Шамильевичем? Ну, насчет ребят, это пускай они сами отвечают, скажем так, зачем за них думать. С Рустем Шамильевичем мы давно знакомы, проехали не один город, везде показывали, но техники везде, ну, скажем так, нужно искать точки соприкосновения. Не то, что соприкосновения, а все похоже, все из одного источника происходит. Поэтому я в восторге. И то, что выходные так проходят на татами, это замечательно. Желаю вам посещать больше спортивных секций, залов, семинаров, занятий, тренируйтесь дома, приезжайте, ждем. Там есть, там где-то. Там где-то, там где-то, там где-то. Да, там где-то, там где-то, там где-то, там где-то. Там же они уничтожены, а чемпион мира был самбо. Я сейчас возьму пролету, а потом там покажу, что за нашел представитель. Девушки отдыхают 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 характеристик с точки зрения, готовность к поединку. Дальше уже, если я вызываю эту тему, то, как и в любом единоборстве, важно дистанция. Дальше, после того, как ты чувствуешь дистанцию, очень важен захват. То есть в борьбе самбо, чудо, без захвата сложно бросить. Есть приемы, которые с минимальным захватом выполняются, есть приемы с плотным захватом выполняются. Но если идти, как говорится, постепенно, то чем плотнее захват, тем выше риски для обоих борцов. Поэтому, стойкими когда будем, я покажу захват, срывы захвата и вот несколько приемов. Сейчас переход на удержание, на болевой прием, на удушающий производится, в принципе, из одного и того же положения, когда соперник, ну, допустим, я, например, называю себе первый номер, второй номер, первый номер обеспечивает себе возможность атаки сзади. То есть очень важно в любой борьбе уходить с линии атаки, вам, наверное, это известно. И даже в такой борьбе, как вольная борьба, проход за спину соперник уже оценивается баллами, двумя баллами, разные варианты. В борьбе с англой, то проход за спину не оценивается, но если наполнить это движение смыслом, дальше идут какие-то технические действия оценивается. Поэтому давайте сначала, прежде чем мы войдем в контакт, сделаем такое легкое упражнение, которое Сафа Александрович любит. То есть вот встанем с такой стойкой и простым движением поменяем уровень. Вот если ни у кого голова не закончится, то мы приступим дальше. Пожалуйста. То есть атака сюда, на твоем борьбе. То есть атака залегтем. Я сразу для чего это нужно. Все это оброшено, все получается. Выполнить атаку и в то же время обезопасить себя. Начнем с захвата. То есть вот мы приветствовали соперника разными вариантами. По борьбе сам на это рукопожатый круг. Начали бороться. Так или иначе мне удалось взять либо руку соперника, либо руку соперника. И вот мы с ним на одной линии атаки. Мне это не интересная ситуация. Потому что она, скажем так, равна с нашему зрению перспективы бельгинка для обоя. Мне хочется преимущественно нарастить свое преимущество. Что я делаю? Я пытаюсь зайти за свою соперника. Обеспечивая себе локальное преимущественное направление этой руки, сразу же я сюда начал с ним входить в контакт. Потому что любой контакт это уже сокращенная дистанция. Это риски для меня в том числе. Поэтому я доктор для сам беседы. Я обеспечиваю себе преимущественно с этой стороны каким образом? Я делаю себе опору. Потому что у нас не очень, видите, ситуация какая-то. Не очень хорошая опора. Если я буду стоять здесь, для моего следующего действия это опора. Почему мы с вами это упражнение сделали? Встал на опору. И у меня теперь есть рычаг для того, чтобы двумя руками обучили действие. Попробовать развернуть обед. Да? То есть вот так вот действие. Двумя руками я его заворачиваю. И этой рукой машу сюда. Но ей будет недостаточно. Ее будет недостаточно. Потому что все-таки здесь идет ключевой сустав сильный. И развернуть рукой. Ну такой градус мне мало. Мне нужно развернуть побольше. Поэтому у меня идет 10 х. И они оберабатывают. И вот я перехожу вот сюда. Вместе с этим движением я координирую свое движение. Это. Отталкиваю стойку по полу, что он на ней. Раз. И перевожу сюда. Вот я за спиной соперник. Вот давайте как бы последовательно 2-3 раза соберем этот лифтовый этап. Пожалуйста встаньте в парк. В другую руку. В другую руку. В другую руку. И совмещайте. Вы должны вот это двумя руками вот так туда. Туда прям махнуть так, чтобы он развернулся. И использует секундный его разворот. Успеет перерислоцироваться. Давайте вот я вам. То есть вот мы. Ну вы можете встать так. Так вот я беру. Вот я вас разверну. Вы можете ему пооткушать. Сразу. Давайте помним. Опорная нога. Устойчивость. 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 Может сразу станк ближе. Да. Вам надо расстрелиться. На какое будет движение ногами? Покажите. И поднимать. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Да. Вот. Вот. Давай делаем. Сейчас тоже сделаем. Мы делаем в бартере. Здесь Даша Уазах. Адми Хантачи. Адми Хантачи. Это когда партнер стоит. Но мы сейчас возьмем, что на земле, что на лице. Да. В стойке это шикарно. Партнер тянется. И вы вот это движение используете. Раз. Развернули. Ну понятно. С удовольствием. Но лучше конечно оттолкнуть его движение. То есть. Как из концовки могут быть раз. Сейчас во-первых. Болтаетесь. И мы вот это движение. Раз. Развернули. И оттолкиваетесь. Понятно. И спаслись. Ну поделать еще быстренько. Практически. Угу. Угу. Слушали? Хехе. Давайте я постараюсь показать полное движение. По-насовке взорвене. Я начну. Беру. Захожу. Застырую. Значит если он в этом положении у него все рычаги свободны, он может поднять таз, он может руки поднять, отмахнуться там и так далее. Для предотвращения этого боктевого сгиба я нажимаю сюда, все, этого рычага у него нет. Для того, чтобы таз был отключен, я бедро ставлю параллельно и скручиваю сюда. Все, значит, в этом движении соперник не может как с пужинкой разогнуться. Дальше я обеспечиваю плотность в этом захвате, да? То есть не отмажьте, ничего мне не угрожает. И в этом случае я прихожу рукой сюда, продолжая контролюбит от соперника. И этой рукой я прохожу сюда, продолжая контролюбит от соперника. То есть вот у нас плотность обеспеченная. Вот за счет вот этого отворота. А дальше я вот это движение делаю. То есть ухожу вот сюда и с верхом очки. Вот это базовое положение, из которого можно сделать удержание, удушающее и болевое время. Я покажу сейчас три варианта. Значит, удержание. В зависимости от того, куда соперник направился, я его сниму в воду. Напускаю в вашу сторону. Я его сниму в вера. И они куда-то остаются, чтобы он перед ним убежал. А это вот так. Позвольте мне. Передину удержание. Вот удержание, обычная простая. Дальше так же. Вот. А дальше что? Удушающий. Давайте удушающий. Давайте удушающий. Давайте удушающий. То есть так же я скидываю вот сюда. Здесь я беру сверху руку. Максимально удобно. Да? Но это еще не удушающий. Удушающий. Я отпускаю эту руку. И начинаю скоблить. Нормально? Гошу понравился. А? А умирающий. Умирающий не будем делать. Да. Умирающий. Вот. То есть базовое положение. Зайти за сторону. Контролируя соперника. Уходя с линии атаки. Раз. Взбили. Взбили. Плотусы в здесь же. Взбили. Да? Дальше вы помните удержание, удушавочие и в принципе переход с верхнего соперника Ну и болевой прием на руку классический Вот я сбрасываю туда Вот я сверху зашел И здесь уже зависит Дальше направим его плечи Рука со стороны головы Не больно? Вот сюда Резко Вот резко Сел, лючанку убрал Бедро беззаряженное, не должно быть заряжено Рука Здесь Рука Здесь Ну можно даже если она не пролазит Я на себе левую тяну Вот Видишь? И вот пока я не решил куда, я ноги не закидываю Если я решил переходить с этой стороны Я его скину Эта рука мне мешает, мне надо же двигаться Эту руку я держу Вот И вот тогда я перекидываю Руки 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 Гменем Руки 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 дистанции с соперником, которые в плотной борьбе, минимальные градусы, но они дают возможность понять, падаешь ты или бросаешь и так далее. Когда дистанция скреплена не самым плотным захватом, тогда, как я уже сказал, как хват, есть возможность, если чувствуешь, что наступает опасность, выйти из этих захвата. Поэтому сейчас я покажу захват, его срыв и потом прием. Так же можно попробовать. Падать имеешь? То есть вот эти падения. Сначала до падения опять захват, с точки зрения захвата. Я его пропагандирую везде, потому что всегда с ним боролся. Самый минимальный захват это захват за кисть. То есть в жизни я беру просто кисть, в самбо и там, где есть кимоно, бутко. Это вот таким образом. То есть для того, чтобы взять не вот так вот, как часто пусто берут. То есть начинаю бороться, вот такое движение взял. Этот захват, мне кажется, не самым удачным с точки зрения потом развития поединка. Более удачным, контролирующим и уже развивающим этот контроль дальше в прошлом. Захват является, как предуположен, вот цельной стороны. Да? Вот так вот с этой стороны. Чтобы так взять руку, просто взять вот так, очень сложно, потому что рука двигается и сопротивляется. Для этого нужно обеспечить себе опять же локальным преимуществом, как мы с вами здесь делали. Локальное преимущество взял руку двумя руками, да, на секунду. С ног, куртку или кимоно таким образом захватить кисть. Чтобы потом включить вот сюда вот так вот кулак. Чтобы вот так вот включить кулак и иметь возможность его рукой к себя обронять. То есть мы знаем, что с этой стороны, выходя в эту сторону, у нас зона безопасности, ну с точки зрения борьбы. Да, то есть сейчас я не говорю там про атаку, но и так далее. Вот с точки зрения руки. Это мёртвая зона. Я с помощью его руки могу защищаться, либо дальше развивать атаку. Поэтому самое вот здесь в этом важно, это атаковать двумя руками, обеспечив себе краткострочный, чтобы вы с тобой помнили все там. Я взял на секундочку. И все. Мой запах. И уже здесь у него открыто все, что только можно. Да? Сейчас бросаю таким образом. Аккуратно. Да, я не буду бросать. Сейчас бросаю таким образом. Но не скресусь. Вот захват. В чем прекрасность этого захвата? То, что этот захват очень сложно сорвать. Ну, почти невозможно. Ну, по крайней мере, в моем моменте. Почему? Потому что вся эта верня включилась, и ты еще можешь, как бы, если узкое, и еще можешь, как бы, некие болевые ощущения создавать. Вот. Есть у этого захвата безусловные срывы. Вот возьмите, пожалуйста. То есть двумя руками сначала возьмите. Вот взял двумя руками. Руку хорошенько упаковал меня. Все взял, да? Включи костяшку. Вот включил костяшку. Поддвигайся так, чтобы я не мог тебя сквозить плотно двигаться и в манерную зону поставить. Какие мои действия? Мои действия обеспечить рычаг вот сюда. И ставить этот рычаг. Ставим. И вот как бы. Ну, я уже захвал, да? Если я еще встал в движение, то срыв будет. Вот. Берем захват. Вот. Хорошенько. Ну, я не могу вырваться. Вот. Взял. И сажал. Ну, давайте, прежде чем прием это сделать. По отрабатываем. Взятие этого захвата двумя руками. Раз. Взял. И срывай. Нет. Снутри. Снизу. Снизу много спор. Вот. И рычаг, рычаг. И уходишь тело. Помогаешь. Нет, нет. Ты не уходишь, а ты играешь. И еще раз. Взял. И вот. И уходишь. И уходишь. И уходишь. Благодарю вас за старание понять больную санба. Ее элементарные приемы движения. Ну, хоть степень и дух. Не успели подойти до броска. Но если санбар 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 нарушить дисциплины, то покажем вас. Спасибо большое.